В преддверии праздничного дня мы ведем короткий репортаж из магазина Ями Маркет о том, что здесь происходит, как готовится это заведение, этот магазин к празднику и будем опрашивать покупателей, неважно воевали они или нет, их отношение к этому событию, что они помнят об этом событии, как они его празднуют. Сегодня у нас репортаж из Ями Маркета. Представьтесь, пожалуйста. Веселая Сима Юрьевна. Скажите, как вы встретили День Победы? Где вы были в это время? Я была в это время в Германии, 3-й Белорусский фронт, город Брейтенштейн под Кенисбергом. И в эту ночь, когда кончилась война, я дежурила. И когда кончилась война, и все услыхали, и начали целоваться, и бегать, и обнимались, и целовались. Вы как узнали о том, что День Победы? Объявили по радио, сказал командир? Начали стрелять с автоматов, начали стрелять из стокового, было какое оружие. После этого, а 6-го, когда взяли Берлин, 6-го мая, у нас был большой банкет. Я еще была, у меня есть медаль за Японию. Расскажите два слова. Как вы оказались в Японии? Я была на Восточный фронт и была в Северной Корее. Это было в каком году? Это было в 45-46-й год. А там еще продолжалась война? Да, там продолжалась война. Вот у меня медаль. Она редкая медаль за победу над Японией. Вот она. Спасибо вам еще раз большое. И главное, чтобы настроение было хорошее, и чтобы вы своих боевых друзей встретили. Спасибо, Канада. Это золотая страна, потому что нам все дает, все бенефиты, и относятся к нам очень хорошо. Канада просто надо землю целовать. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Люсик Рафалович Леонид Борисович. Для меня лично, я вам скажу, я находился, мне было 10-14 лет, и я находился в Винницкой области, большой район, гетто. Я это все помню, все абсолютно, я все помню. И остался мы живы. Хочу сказать спасибо нашей бывшей советской власти. И дай Бог всем старикам и молодежи, я поздравляю с большим праздником. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Всего на лучшее. Всем здоровья, главное. Спасибо. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Азамат. Я житель Торонка. Скажите, Азамат, что означает День Победы для вас и для вашей семьи? Для нашей семьи он означает очень много. Оба моих деда воевали. Дед по маминой линии воевал под Сталинградом. В бою потерял обе ноги. Вернулся в 1944 году с тяжелым ранением. 23 года. Отучился. Стал доктором сельхозяйственных наук, проректором сельхозяйственного института в Таджикистане. Поэтому для нас этот праздник очень святой, и мы его справляем каждый год. У вас в Торонто есть семья? Мы в Торонто живем в третьем поколении. Живут внуки. Я прочитал в газете о том, что идет акция «Георгиевская ленточка». Я помню, я горжусь. Специально приехал, взял три ленточки для себя, для своего братишки, для своего сына, который является правнуком моего деда, и который прекрасно знает о том, что дед его воевал. Специально, чтобы поддержать эту акцию, потому что это нужно нам, это не нужно им. Память о той войне нужна нам, потому что сейчас, к сожалению, немножечко это искажается все. Я бы хотел, чтобы наша маленькая семья внесла в эту хорошую акцию свою лепту. Я, веселый Евгений, 1926 года рождения, попал в армию в 43-м году, попал в летное училище. По окончанию училища я попал в полк «Нормандия-Нема». «Вау! Это тот самый знаменитый полк?» «Да, это тот самый. Этот полк сделал во время войны 869 боевых вылетов. Избили 273 самолета. Я лично не летал в этом полку. Я работал механиком по обслуживанию самолетов. Я закончил на самолете УТ-2, но попал в полк, где самолеты были Як-3. И с этим полком мы дошли до Берлина. Потом, когда кончилась война, самолеты Сталин подарил Франции. И летчики тех составов полетели во Францию переучивать французских товарищей летать, обслуживать наши самолеты. После этого меня направили в 139-й гвардейский истребительный полк на самолеты МиГ-9. И в 1951 году эти самолеты подарили Китаю. «Как вам не везет? Не везет, наоборот?» «Да, только полетали, тут же подарили». «Да, и нас переодели в гражданскую форму, и мы полетели в Китай. И там наши летчики одновременно вели войну с японцами. И после того я прослужил там год, вернулся в Белоруссию. Меня вызвали в военкомат и предложили опять служить. И я попал в летную часть, где работал начальником приводной радиостанции». «И у вас столько наград, я просто боюсь, но я вижу польские награды, например, да?» «Ну, у меня есть и Нормандия». «А вот где Нормандия, как он выглядит? Вот это вот, да?» «Ага, ага». «И я имею медаль за каждый год выслуги и за взятие Кенигсберга». «Сегодня у нас Кенигсберг прямо сошелся в программе. Вы второй человек из Кенигсберга». «Да, у меня есть памятка, подписанная Сталиным». «Правда, она уже очень ничего». «Погруппнее, сейчас внутри откроем». «Для вашего возраста вы прекрасно выглядите, вы в отличной форме. В чем секрет?» «Ветерана, когда увидишь, вот видно, что у него глаза светятся, что он как бы…» «Дело в том, что я люблю работать. Я не могу сидеть пять минут, чтобы я что-то не сделал. Я очень помогаю людям, которые звонят, просят помочь, что там сделают. Я мастер на все руки, как бы сказать». «Понятно, понятно. Ну, давайте так сделаем. Хотелось бы пожелать в этот день и в эти праздники, чтобы крепкого здоровья, чтобы этот был праздник, естественно, продолжался, чтобы вы через 10 лет, на 75 лет пришли сюда и сказали, а я еще лучше выгляжу, потому что я люблю жизнь». «Может быть, может быть». «Андрей, добрый день». «Добрый день». «Расскажите нам, пожалуйста, как коснулась война вашей семьи?» «У меня бабушка племянница Конева, маршала Советского Союза. А мой родной прадед Иван Васильевич Мальцев, он тоже воевал, он начал в 40-м году в финской войне, а закончил в японской. «То есть надо думать, что День Победы вы отмечаете семьей?» «Я очень люблю День Победы, я очень благодарен ветеранам, я очень ценю их подвиг, я помню и я горжусь ими». «А как вы сами принимаете участие в Торонто в акции «Георгиевская ленточка»?» «Я доброволец, я сам позвонил, я просто очень хотел помочь, я очень ждал долго этих ленточек». «Спасибо вам большое за помощь и спасибо за интервью». Спасибо.